Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я расскажу вам, как получать богатые урожаи, какой задел для этого нужно подготовить. Сегодня мы поговорим обязательно о мульчировании почвы, насколько это важно, о притеняющей сетке. Мы будем проливать проходы, удобрять наше растение. Дорогие друзья, мы создаем полезный контент. Обязательно подпишитесь на канал Семена Партнер, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а если видео понравится, обязательно ставьте лайк. Поехали! Когда солнце невыносимое, человеку тяжело, а растениям еще тяжелее. Поэтому, дорогие друзья, обязательно притеняйте свои теплицы. Притенять теплицы можно разными методами и разными способами. Ну, например, можно разводить мел и делать опрыскивание мелом. Тогда, конечно, растениям тоже будет очень комфортно, но теплицы, поверьте мне, а именно поликарбонату или пленки будет не так комфортно, тем более потом придется все это отмывать. Это очень тяжело. Я рекомендую приобрести притеняющую сетку. Продается она практически во всех садовых магазинах. И устанавливать эту сетку на теплицу. Устанавливается она очень просто. К ней идут специальные зажимы. Обратите внимание, у меня такие зажимы имеются. Пластиковый зажим. Нужно подвернуть конец нашей сетки, установить зажим. И через этот зажим мы можем прогонять шпагат. Вот видите, беленький, это шпагат. Саморез, который крепит поликарбонат к профилю, мы используем как, скажем, место, откуда мы начинаем вести шпагат. Мы его прижимаем, шпагат саморезом, и ведем через такие пластиковые зажимы. Также сам шпагат можно вести внутри сетки. И получается, смотрите, какая натяжка. Обратите внимание, никуда не слетит. Получается, у нас как бы чехол на теплице надет, и внизу шпагатом он зафиксирован. Вы спросите, а что же делать с сеткой, с притеняющей на торце теплицы, чтобы она не развивалась от ветра? Потому что это некрасиво, как минимум. Плюс ко всему, мы дверью ее будем постоянно прижимать. Какое решение есть? Обратите внимание, берем шпагат, продеваем через сетку, торец сетки, остатки закручиваем, и как бы прошиваем шпагатом. А крепим, обратите внимание, к саморезам. Вот здесь есть саморезы, и у вас на теплице обязательно есть саморезы, если она поликарбонатная. И прям саморез выкрутили, шпагат проложили и закрутили. Все. Посмотрите, как аккуратно смотрится, и при этом очень продуктивно, потому что теплицы не перегреваются. Пойдемте внутрь. Обратите внимание, как в теплице комфортно. Сетка многоразовая, и ее можно использовать не один год. Моей сетке уже 4 года. Жара спадет, я сетку уберу на хранение до следующего сезона. Поэтому, конечно, это удобнее, чем делать различные болтушки из мела, из глины и обрабатывать теплицы. Потом только с водой устанешь мыть. Поэтому я рекомендую использовать современные технологии. Сейчас температура в теплице 30 градусов. Это уже максимально критичная температура, потому что при температуре в 32 градуса уже пыльца у томатов, например, начинает быть стерильный. А это что значит? Это значит то, что плоды могут не завязываться. Они не будут завязываться, если пыльца станет стерильной. А стерильная она становится от температуры. Поэтому температуру нужно сгонять при теняющей сетке в такую жару, как сейчас. Друзья, в этом году аномальная жара в мае была, в конце мая. При этом в начале мая снег лежал, а в апреле было тоже жарище. Погода, видите, как меняется. Поэтому сетка нужна. Мы ее сейчас накинули в жару, потом снимем. Опять жара будет, опять накинем. Тем самым в теплице мне удается сдерживать 30-31 градус. Это очень важно. Пыльца моих томатов будет не стерильна, она будет фертильна. А это значит будет хорошее опыление и богатый урожай. Следующее, дорогие друзья. Что еще я вам рекомендую сделать для того, чтобы опустить температуру? Мы с вами всегда с холодом боремся. А видите, пришла пора бороться с жарой, потому что холод для растений. Плохо они не развиваются, тормозят в росте. Корневая система вообще может отмирать, погибать, если холодный грунт. А в жару, конечно, растениям тяжело, потому что они не завязывают плоды. Вы можете использовать вентиляторы. У меня такой вентилятор имеется в теплице. Я его включаю и, конечно, тем самым температура в теплице падает. В каждую теплицу я вывел обязательно розетки. С одной стороны теплицы и с другой. Очень удобно подключить вентилятор, если жарко, и отопительные приборы, если холодно. Поэтому в моей теплице растениям безопасно. Берите на заметку. Также в каждой теплице я вывел вот такой санитайзер. Для чего? Для того, чтобы обрабатывать руки спиртосодержащим раствором и при этом не бояться работать с растениями. Особенно, если ты переходишь из одной теплицы в другую теплицу. Такой санитайзер работает на батарейках, но я посчитал это невыгодно, потому что батарейки имеют свойство садиться. И провел электричество, теперь он мне никогда не выходит из строя. Руки обработали и можно приступать к работе с растениями. Как еще опустить температуру в теплице, если вентилятор не помог, притеняющая сетка не справилась? Такая жара может быть запросто. Даже в Сибири такая жара может быть. У вас короткое, но очень жаркое, суровое лето. Конечно, берите шланг и проливайте проходы. Сейчас мы с вами это и сделаем. В моей теплице все предусмотрено и очень удобно подключать вот такой шланг с душем. Потому что с торца у меня есть специальный переходник. Подключился и вот таким образом поливаем проходы. Проходы поливаем холодной водой. В проходах у меня лежит нетканный материал, поэтому никакой грязи здесь не будет. Буквально через несколько минут здесь все просохнет и можно будет ходить. Но при этом температуру в теплице, поверьте, мы опустим. Поэтому, дорогие друзья, запоминайте. Это очень действующий метод. И тогда нашим растениям расти будет очень комфортно. Многие из вас спрашивали, зачем вам шланг, лейка в каждой теплице? У вас же есть капельный полив. Вот за этим, дорогие друзья, чтобы снижать температуру в теплице, если потребуется сделать это срочно. Итак, какой следующий метод, который я вам рекомендую применять для того, чтобы растениям было комфортно? Конечно, это мульчирование. Мульчирование я вам рекомендую делать сеном. Почему сеном? Потому что многие берут солому, а солому у нас в полях, а поля удобряют минеральными удобрениями в больших дозах. Поля обрабатывают от вредителей, от различных болезней, опять же, жесткими химическими препаратами. Поэтому я вам не рекомендую использовать для мульчирования солому, а рекомендую использовать для мульчирования сена. Как это делаю я. Почему? Потому что сено экологически более чистое, чем солома. Плюс ко всему, в сене минимум травы сорной растительности, так как сено скашивается до момента созревания семян. Поэтому сорняков у нас на грядках не будет, если мы будем мульчировать сеном. Сено я заготовил. Обратите внимание на мое сено. У меня есть предприятие, которое производит семена. У нас 18 гектар земли и, конечно, есть свой автопарк, где есть трактора. Так вот, трактор скашивает сено. У нас есть ворошилка, мы его ворошим, сушим и упаковываем вот в такие брикеты. В таких брикетах сено очень удобно транспортировать. В прицепе привезли на демонстрационную площадку, занесли в теплицу. И теперь можно этим сеном мульчировать наши растения. Опять, дорогие друзья, есть нюанс. Мульчировать тоже нужно вовремя. Мульчируйте только тогда, когда грунт в грядках прогреется. Иначе вы просто-напросто сделаете обратный эффект. Многие из вас думают, что вот нужно срочно мульчировать. Ничего подобного. Мульчировать нужно только тогда, когда грунт прогреется. И даже не до 15 градусов, а желательно до 20, 18-20 градусов как минимум. Потому что вы фактически создаете термос. Если вы холодный грунт накроете сверху сеном, то какая бы жара наверху ни была, в будущем, у вас грядки будут холодные, растения будут не развиваться. А вы будете думать, в чем же причина. Так причина в том, что вы термос создали. Вы холодную грядку накрыли сеном. У вас корневая система в холоде, а надземная часть в жаре. Ну, это катастрофа для растения. Поэтому дожидаемся, когда грядка прогревается до 18, а лучше 20 градусов. И начинаем только после этого мульчировать сеном наши растения. Тогда мы будем держать примерно ту же температуру грунта всегда. Сено будет работать термосом. И растению будет комфортно. Мы с вами снизили температуру наверху путем притенения вентилятором и пролива водой проходов. И замульчировали сеном. Все. И корневое комфортно, и растению комфортно. Запоминайте, дорогие друзья, это очень важно. Можно приступить к мульчированию. Но перед тем, как мульчировать, я вам рекомендую провести подкормку наших растений. Тем более, это очень действенно. Я обещал вам показать результат, и я с гордостью вам его показываю. Обратите внимание, дорогие друзья, здесь растет томат лиммеренс. Раз, два, три кустика в первом ряду, и два кустика во втором ряду. Растения я сажаю в шахматном порядке, и в предыдущем своем видео я вам рассказывал о том, как правильно осуществить высадку томатов в теплице, и как распределить грядку, в каком порядке растения сажать. Обязательно переходите по ссылке, смотрите, получите массу полезной информации, дорогие друзья. Ссылку на видео для вас прикрепили. Итак, после того, как мы высадили томаты в шахматном порядке, нам теперь удобно за ними ухаживать, и мне никакого труда не доставляет дотянуться до дальнего растения. Мне не мешают растения в первом ряду, поэтому это очень важно. Итак, первые три растения я высадил с применением подкормки органической. Славно! Обратите внимание на эти три растения. Они в полтора раза мощнее, у них более зеленые листва, на них больше формируется цветов, нежели на тех растениях, которые мы не подкармливали подкормкой славно. Обратите внимание, результат налицо. Вот эти растения, два одинаковых, сеялись в один период. Один и тот же гибрид томат, лимеренс, детерминатный, низкорослый, малинового цвета, гибрид, сладкий, вкусный, бесподобный. И обратите внимание на растения, насколько органичней развиваются растения с подкормкой славно. И кстати, вот пожалуйста, здесь тоже у меня есть тест. Обратите внимание, здесь томат магнифика. В моем предыдущем видео мы с вами вместе сажали этот томат. Тоже подкормка славно на этих двух растениях использовалась, а на тех трех нет. Посмотрите, какая разница. Те растения намного хуже развиты, нежели те, что с подкормкой славно. Поэтому я вам рекомендую кормить ваши растения. Я рекомендую кормить органическими подкормками. И мы с вами сейчас подкормим наше растение. Берем ладошку, здесь примерно 40 грамм удобрения. Вносим вокруг растения. Вот так. И сейчас заделаем это удобрение подкормку органическую, в почву. Подкормка полностью органическая, она не вредит почве, это очень важно. Даже упаковка не вредит окружающей среде. Ее можно в компостер кинуть, и она переработается, ничего не случится. Вы никак не загрязните окружающую среду. Это тоже очень важно. Мы с вами вносим по ладошке подкормки вокруг растений. Делаем это фактически раз в 25-30 дней. Это тот минимум, когда вы просто обязаны подкармливать свои растения. Если у вас бедная почва и бюджет позволяет, кормите раз в 10 дней. Ничего страшного, это органическая подкормка. Растение вы ей не перекормите. Растение возьмет столько, сколько ему необходимо. Вот таким образом. И сейчас мы с вами заделаем подкормку в грунт. Вот таким образом заделываем. Желательно, конечно, полить. А уже после этого замульчировать наше растение. Можно заранее пролить. У меня, кстати, грунт пролит заранее, поэтому я сейчас могу запросто мульчировать. Капельная лента у меня останется под мульчой. А это значит, что я включил, полив, полил. И мульчирование, дорогие друзья, позволяет почве находиться всегда во влажном состоянии. Она не будет пересыхать. Это очень важно. Но для надежности можно пролить, чтобы растение быстрее получило питание. А питание растению, как и нам с вами, очень необходимо. Так поступаем со всеми растениями. Я буду проект пославно вести до конца сезона. Хочу посмотреть, как растения будут себя чувствовать на подкормке славно. А как будут себя чувствовать растения без подкормки. Но тем не менее, я все равно сделал плодородный грунт. И при высадке давал по совочку биогумуса во все растения. Поэтому у меня грунт плодородный. Но все равно вижу, что с подкормкой растения чувствуют себя лучше. Ну что, приступим к мульчированию. Видите, как удобно. И довольно-таки... Ну, я в спортзал хожу, конечно. Легко перенести. Тюк с сеном. Вот так. Вот таким образом мульчируем всю площадь абсолютно. Еще раз говорю, желательно перед мульчированием, друзья, очень хорошо пролить грунт. Ну, вот мне что хорошо. В чем мне повезло, в том, что я, конечно, установил капельный полив. Избавляет от огромных трудозатрат капельный полив. Особенно хорошо, не ленитесь, вы здесь в углах прокладываете, потому что там как раз руки не достают обычно, и все сорняки и растут. Получается потом некрасиво. А нам же нужно, чтобы красиво было. Ну что, итак, всю грядку до конца, дорогие друзья. Свои грядки я замульчировал. Теперь никаких сорняков расти не будет. Температура будет в грядке стабильная. Самое главное, то, что не будет быстро грядка пересыхать, и почва будет всегда влажной, и не нужны будут такие частые поливы. Сорняков никаких не будет, и растению комфортно расти. При мульчировании сеном ошибочно считать, что мы с вами вносим сенную палочку вместе с сеном. Не живет сенная палочка в сене. Сенную палочку мы будем добавлять в сено. Если среда будет постоянно влажная, то она тогда будет работать и защищать наши растения от грибных и бактериальных заболеваний. Мы можем с вами использовать такие препараты, как аллерин, как гомоир, также фитоспорин. Перемешивая эти препараты в воде, мы уже проливаем с вами сено и вносим сенную палочку. Она будет активно работать только при условии, если среда будет влажная. Поэтому нужно обязательно увлажнять наше сено. В целом у меня это будет делать капельный полив. Но для хорошего старта мы сейчас увлажним сено сверху, внесем сенную палочку, и будет борьба, которая позволит нашим растениям развиваться и быть здоровыми. Также мы с вами можем внести триходерму. Триходерма вносится точно так же. Разбавляется препарат на основе триходермы с водой, с поливной. Теплая вода должна быть. И проливаем наше растение. Триходерма должна попасть в грунт. Тогда она будет по большей части работать с грибными заболеваниями. И наше растение будет чувствовать себя так же отлично и развиваться. Триходерму я внес до мульчирования. И уже после мульчирования я внес сенную палочку. Теперь растение полностью под защитой. Ну что, мои растения замульчированы. Сенную палочку я внес, триходерму внес. Обильно пролил. Притеняющая сетка работает на все 100. В теплице не жарко. Проходы были пролиты. Вентилятор только что отключили. Растением расти очень комфортно. Как скажет Николай Петрович Фурсов, хоть сам садись и расти. Также я рекомендую особое внимание обращать на потряхивание растений. Для того, чтобы опыление происходило лучше. Если у вас еще шпагат не натянут, а цветы уже вовсю завязываются. И вот-вот будут соплодия. Вот-вот будут плодики. То не по шпагату, а по самому растению. Проходим и постукиваем. Вот я даже вижу, как пыльца сейчас уже потихонечку летит. Постукиваем, постукиваем. Тогда опыление будет намного лучше. И все цветы завяжут свои плоды. Когда у нас будет шпагат, ровным счетом, как вот здесь. Мы с вами можем взять палочку и ходить. И вот так постукивать по шпагату. Это облегчит наш труд, но при этом зависть будет практически стопроцентная. Дорогие друзья, ну а я с вами прощаюсь. С вами был генеральный директор агрофирмы Партнер. Если видео вам понравилось и мои советы были для вас полезны, поддержите меня. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал Семена Партнер. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И вы всегда будете в курсе самых свежих новостей и полезных советов. До новых встреч. Пока.